Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость связана с социальными вычетами на обучение. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. И данным законопроектом предлагается расширить сферу применения социального вычета на обучение. Данный социальный вычет предусмотрен под пунктом 2, пункта 1, статьи 219 НКРФ. Автор законопроекта в данном случае это депутат Лукин. Как я понимаю, это бывший полномоченный по правам человека. Так вот, он предлагает дополнить данную норму, указав на возможность получения социального вычета. В том случае, если оплату обучения осуществляет супруг, либо супруга. Ну, соответственно, оплата осуществляется за обучение другого супруга, который еще не достиг возраста 24 лет. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что вообще в данной норме перечислено достаточно много субъектов, которые могут получить данный социальный вычет, в том числе усыновители, попечители, братья и сестры. Вместе с тем не указывается о праве на получение такого вычета супругами. Что видится автором законопроекта нелогичным. Ну и, кроме того, указывается на то, что данная норма, она будет способствовать получению образования. Также в пояснительной записке указывается на то, что, например, существует другой социальный вычет на лечение. И, например, такой социальный вычет он предоставляется в том случае, если оплату производит супруг. Ну, что касается перспектив данного законопроекта, то, на мой взгляд, все-таки, скорее всего, данный законопроект принят не будет. И здесь несколько причин. Во-первых, в данном законопроекте очень хромает законодательная техника. Причем с самого начала. Так, автор предлагает, на самом деле, внести изменения под пункт второй части первой статьи 219 НКРФ. Повторяю, части первой. Вместе с тем, в налоговом кодексе термин «часть» применительно к отдельным положениям норм не применяется. Применяется именно термин «пункт». То есть, в общем, те, кто составляли законопроект, либо сам депутат, ну, скорее всего, его помощники, не очень разбираются вообще в структуре налоговых норм. Но наибольшая проблема даже существует с текстом нормы. Дело в том, вот видите, я привожу полностью предлагаемые изменения. Как видите, они начинаются с словосочетания «а так же». Но дело в том, что в самом первом абзаце под пунктом второго уже существует оборот в этом предложении, который также начинается с «а так же». То есть, получается, что в одном абзаце, в одном предложении будет два оборота. То есть, по сути дела, такое получается кривое предложение с точки зрения стилистики. И вообще, если бы те, кто составляли законопроект, да, они обратили внимание, в принципе, на структуру под пункта второго, они бы поняли, что на самом деле такое изменение, оно должно вноситься путем, ну, оформления отдельного абзаца, который бы позволял получать соответствующий социальный вычет супругами. Ну, я полагаю, что существуют и определенные содержательные препятствия для установления такого социального вычета. И на самом деле, те доводы, которые приводятся в пояснительной записке, они, прямо скажем, не сильны. То, что есть социальный вычет на лечение, в том случае, если лечение оплачивает супруга, супруг супруга, это еще не означает, что социальный вычет по обучению должен также предоставляться в отношении супругов. Здесь, в общем-то, есть разная логика регулирования. Поэтому, в целом, я полагаю, что на данный законопроект поступит отрицательное заключение правительства, и, скорее всего, он принят не будет. Ну, а прав я или нет, покажет время, будем следить за данным законопроектом. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.